Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается порядка начисления амортизации на неотделимые улучшения, которые, соответственно, осуществил арендатор при аренде того или иного имущества. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме прежде всего затрагивался вопрос, в течение какого периода лицо может начислять амортизацию. Ну, в данном случае лицо – это арендатор. Так вот, Минфин указывает на то, что начисление амортизации возможно только в период действия договора аренды. Соответственно, после окончания договора амортизация прекращается. При этом, безусловно, встает вопрос, в том случае, если срок полезного использования неотделимого улучшения был больше, чем срок аренды, встает вопрос о недоначисленной амортизации. Что с ней делать? Ну, из письма Минфина, безусловно, следует, что недоначисленную амортизацию уже нельзя будет как-то учесть. То есть, это расходы, не учитываемые в целях налога на прибыль. Здесь я говорю, что, в общем, безусловно, такой подход. Хотя в этом письме Минфина он выражен нечетко, но в других письмах Минфина более четкий есть вывод о том, что после окончания договора аренды каким-либо образом учесть недоначисленную амортизацию нельзя. Ну, здесь, прежде всего, можно сказать, что было такое письмо в 2008 году с достаточно четким выводом. Ну, и в дальнейшем этот вывод повторялся. Я, кстати, замечу, что на самом деле специалисты, рассматривая данный подход, ну, в общем, принимают его и каких-либо возражений по нему не высказывают. Хотя, на мой взгляд, вывод неоднозначный. Безусловно, этот вывод основан на том, что в главе 25-й нету каких-либо специальных норм, связанных с недоначисленной амортизацией по неотделимым улучшениям. Но, в общем, такие ситуации в налоговом кодексе нередки. Это, в общем, не всегда означало, что те или иные расходы нельзя учесть. И, на мой взгляд, в данном случае, почему я говорю, это неоднозначная ситуация, потому что, ну, понятно, что неотделимые улучшения могли быть необходимы арендатору для того, чтобы эффективно использовать арендуемое имущество. И то обстоятельство, что по окончании аренды арендодатель, например, не хочет компенсировать затраты на эти неотделимые улучшения, не означает, что расходы превращаются в, ну, то есть, такие расходы, которые не связаны с извлечением дохода. Поэтому есть все-таки надежда, что начнет формироваться какая-то положительная практика, хотя я отмечу, что, на самом деле, какой-то судебной практики по данному вопросу не сформировалась. Но в любом случае налогоплательщикам следует понимать, что в том случае, если они попробуют каким-то образом учесть недоначисленную амортизацию, либо, например, продолжить амортизацию уже после окончания договора аренды, то у них возникают серьезные налоговые риски. Далее Минфин рассматривает ситуации, когда амортизация может продолжать начисляться. В данном случае речь идет о пролонгации договора аренды. Ну и более интересный вопрос, когда арендатор продолжает пользоваться имуществом и какого-либо возражения со стороны арендодателя не поступает. В этом случае, по мнению Минфина, по сути дела, продолжается договор аренды, который, по сути, заключен на неопределенный срок, и, по мнению Минфина, также можно продолжать амортизацию. Таким образом, налогоплательщикам, которые занимаются арендой имущества и осуществляют неотделимые улучшения, безусловно, следует учитывать данное разъяснение в целях определения своих налоговых обязанностей, ну и в целях оценки своих налоговых рисков, если они все-таки поступают как-то иначе, нежели это написано в письме Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.